Активный образ жизни или отсутствие жалоб не всегда показатели того, что проблем со здоровьем нет. Порой выявить хронические заболевания можно лишь с помощью регулярного и комплексного медицинского обследования – диспансеризации. Диспансеризация – это комплекс мероприятий, которые направлены на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний. Это такие заболевания, как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, шимическая болезнь сердца, онкологические заболевания, заболевания бронхолегочной системы. И один момент есть – при желании пациент может сдать кровь на ВИЧ-инфекцию. В возрасте от 18 до 39 лет диспансеризацию рекомендуют проходить раз в три года, от 40 лет – ежегодно. Все обследования проводятся абсолютно бесплатно. В процессе диспансеризации пациент заполняет анкету и согласие, после чего получает индивидуальный обходной лист. Характер и количество исследований, которые нужно пройти, меняются в зависимости от возраста. Если вдруг какие-то выявляются отклонения в ходе диспансеризации, и врач-терапевт это видит, она может направить на дообследование, так называемый второй этап диспансеризации, где уже человек может допройти какие-то обследования. Как правило, это колоноскопия, осмотр гинеколога, гастроскопия. Медики призывают ответственнее относиться к своему здоровью и регулярно посещать профилактические осмотры. Ведь всегда легче предотвратить болезнь, чем лечить. Записаться на диспансеризацию можно через портал пациента, участкового терапевта, регистратуру, либо по телефону 95511 или 95512. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24.